Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня с вами передача «Популярная безопасность» и ее ведущий Сергей Шерстабитов. Сегодня мне помогает Ксения Чернобай. Здравствуйте! И у нас в гостях Андрей Голов, генеральный директор компании «Код безопасности». Здравствуйте, Андрей! Здравствуйте! Здравствуйте! С Андреем мы знакомы достаточно давно и в разных качествах сотрудничали, общались. Я благодарю за то, что ты согласился прийти к нам сегодня. Что мы знаем о «Коде безопасности»? Когда-то давно эта организация начиналась с структурного подразделения в компании «Интеграторе». Потом компания развивалась и относительно недавно получила полную самостоятельность, насколько мне известно. Хочу поговорить об этом, задать вопрос о том, насколько новый статус повлиял на позицию на рынке, на отношение к партнерам, отношение с партнерами. Спасибо, во-первых, Сергей, что пригласил. Очень приятно поучаствовать в передаче. Что касается бизнеса, как ты знаешь, мы долго шли к этому. И мы хотим, и, собственно говоря, стратегия наша построить большого независимого вендора. Конечно, партнерская сеть является основным двигателем продаж. И мы старались ее построить на справедливых принципах и принципах равенства. Когда все партнеры равны между собой, и у нас нет ни одного превалирующего партнера. Поэтому, когда есть какая-то ассоциация с одним, неважно каким, партнером, это, конечно, немного напрягает других партнеров, как ты сам знаешь. Отношение рынка другое. Поэтому мы старались все сделать, чтобы эту независимость и принцип справедливости поселить в сердцах наших партнеров. Это произошло относительно недавно. Какие-то результаты, наверное, уже есть? Можно оценить или рано пока говорить? Если говорить о цифрах роста, да, цифра есть. В принципе, уже и по этому году можно подводить предварительный итог. Это очень хорошая цифра. То есть, по этому году мы получим больше плюс 50% роста. Но мы сейчас проводим анализ. То есть, это еще где-то месяца три нам нужно на то, чтобы разобраться в причинах роста. То ли это импортозамещение. Так и глубоко нужно анализировать. Потому что есть целый курс, который указывает руководство страны по импортозамещению. Ну, как сказали в КВН недавно, пока только слово придумали. Ну, делаются только первые-первые-первые шаги. И если смотреть на поведение тех же заказчиков, уважаемых и клиентов, не видно прям сразу. Несмотря на то, что и принимаются федеральные законы. Но если посмотреть на тот же бизнес техподдержки, подписок, всего остального. Много уважаемый тот же Сбербанк. Он не собирается отказываться переходить на сервера российского производства. Мигрировать 40 его прямо вот сразу. Поэтому все это, конечно, займет очень длительное время. То есть цикл импортозамещения. Но в зависимости от инфраструктурного слоя, это будет занимать до 5 лет. Это надо понимать. 5 лет? Наверное, не так много. Для IT-отрасли, которая очень динамичная и быстро изменяющаяся. В принципе, это хороший срок. А сколько компаний код безопасности на текущий момент? Как с настоятельной компанией? Ну, мы работаем с 2008 года. Так что, в принципе, мы уже 7 лет. Как минимум, один пятилетний срок уже позади. Да, пятилетка. Поэтому, нет, мы очень довольны результатами. Я единственное, что могу сказать, что эти результаты все-таки не случайные. Это следствие планомерной, спланированной работы. То есть, мы отстраивали наш бизнес шаг за шагом. То есть, за 3 года компания претерпела очень значительные изменения. То есть, мы начинали с самых критичных вещей. Это продажи и маркетинг. То, что надо было перестроить как можно скорее. И занялись очень сильно перестройкой продуктов. Поэтому, вот, тот результат, который есть, это полномерная работа. И, как ты знаешь, были достаточно очень сильные изменения в бизнесе. Был уже продан один из самых больших дистрибутеров. Да, компания SafeLine. Компанию Lanit. Поэтому, партнерское поле очень сильно было изменено. Но мы, еще раз, мы полномерно к этому шли. Наша задача – это диверсифицировать риски. И распределить их, как по партнерской сети, по рынкам. Мы сейчас задумываемся, в том числе и об международной экспансии. Продолжая тему импортозамещения. Сейчас многие зарубежные вендора, желая выйти на российский рынок, сертифицируют свои продукты, соответствующие с российским законодательством. А как вы относитесь к такого рода импортозамещения? Спасибо. Очень интересный вопрос. Пользуясь случаем, отвечу. Значит, это было, когда, наверное, 15 или 16 ноября. У нас как раз была пресс-конференция. У нас есть один технологический партнер. Вообще, мы идем по теме ОЕМ-интеграции с другими вендорами. Вендорами российскими или зарубежными? На самом деле, мы хотим делать качественные продукты. Не по этому признаку. Да, мы хотим делать качественные продукты. Хотя мы российские вендоры, и большую часть наших решений составляет именно российская составляющая. Больше 80-90%. Понятно, что элементная база все равно не российская. Если говорить об ОЕМ-движках, вот как раз 15-16 ноября пресс-конференция. Мы выступаем вместе с нашим технологическим партнером компанией ЕСЭТ. Одним из... Международной компании. Ведущих лидеров в области антивирусной безопасности. И как раз Дмитрий Анатольевич подписывает указ о поставках, о запрете использования зарубежных вендоров. Продуктов зарубежных компаний. Да, мы на одном из самых известных новостных порталов. Это читаем в 12 часов ночи. И в общем мне звонит генеральный директор, если это говорится. Слушай, ты там почитай. Ну, мы читаем немножко в шоке от этого. Потому что, как обычно, у нас оглопли почему-то развернулись в другую сторону. Надо понимать, что технологическое партнерство занимает года. Ну, то есть, мы наше решение готовили год, где-то. И там до истории. Почему российское партнера не выбрали? Почему российское не выбрали? Было несколько причин. Были технологические причины. Да, именно гибкость интеграции. С точки зрения написания продукта. То есть, словацкие коллеги очень гибко и быстро подошли к вопросу интеграции компонентов. Второй вопрос, он был, извините, чисто экономический. То есть, экономическое предложение словацких коллег выглядело более заманчиво. Более привлекательно. Да, ну и третий вопрос, если вы уже говорите, извините, совсем откровенно, это стратегический. То есть, мы изначально хотим расширять рынок. Мы реально думаем об мировой экспансии и экспорте. Не вставая сейчас на сторону никого из российских компаний, как мне кажется, есть же ведь примеры и российских компаний, которые вполне себе успешно ведут бизнес за рубежом. Абсолютно согласен. В том числе антивирусные компании. Да, абсолютно согласен, Сергей Петрович. Второй вендор, который мы интегрировали в себя, это была компания Агнетун. Которая буквально через полгода была поглощена компанией Яндекс. И, в общем, здесь, видите, изменения в бизнесе, они достаточно динамичны. В IT-бизнесе, IT-бизнес очень динамичный, очень быстрый. Поэтому мы ищем всякие разные решения. Но АЕМ-интеграция – это реально один из способов делать качественные продукты, высококонкурентные, в том числе на мировом рынке. Подход очень интересный. Вопрос, сколько времени ушло примерно на интеграцию? На интеграцию чуть больше года. Вот я поэтому и говорю. Время пресс-конференции. Выходит указ, и нам говорят, что иностранный вендор пытается пролезть, обойти это законодательство. Но мы говорим, что эта тема начиналась еще вообще до санкций, до импортозамещения. Ну, подождите. У нас, как мне кажется, некоторые заборы… Года два уже, да. Существовали и сертификация российская, и ряд других ограничений. Так или иначе? Ну, с точки зрения сертификации все было ровно тут, потому что сам продукт ESET NOB32 был сертифицирован стеком. Поэтому мы изначально его выбирали, конечно, сертифицированную компоненту. Но мы смотрели еще в том числе на стратегически, на лидерство. С кем можно? Компаний не так много. Их пять, да, мировых лидеров. Конечно, Касперский был очень привлекательным для нас. И я не скрою, мы делали несколько подходов к снаряду при переговоре с Касперскими. Но вот как-то не сложилось все три вопроса. Сервисы, гибкость? Нет, три вопроса, я бы сказал. Говорю, технологический. Почему-то наши предложения по кооперации, по интеграции не нашли отклика. Я правильно понимаю, что речь идет о продукте для защиты рабочих станций? Да, абсолютно. Так называемый инпоинт. Да, так точно. Это мы искренне надеемся, что мы сумели сделать, ну как, новое поколение, наверное, эндпоинта. В чем? Почему так случилось? Мы посмотрели на проблему защиты рабочих станций комплексно. Понятно, что безопасность, она существует на нескольких уровнях. Там, уровень данных, данные работают через приложение с операционной системой, сеть и периферии. Исторически каждый вендор, он развивался из какой-то ниши. Если взять антивирусные решения, они развивались с точки зрения уязвимости операционных систем и приложений. Если говорить про СЗИ от НСД, они развивались с точки зрения данных, наверное, а-ля класса DLP и всего остального. Если говорить про межсетевые экраны, это все-таки компании и шифрование, это типа Чикпоинт, ЦИСК и всего остального. А мы подумали, что безопасность... Уже есть несколько на работу. Да, вот мы их объединили сначала механистически. То есть была поставлена цель затащить все в единую систему мониторинга и управления. Мы это сделали. А когда это сделали, поняли, что получился новый подход к безопасности. Что безопасность, она комплексная. Каждый слой связан с другим слоем. Вот для антивируса абсолютно все равно файл ключей, например, банк-клиента. А мы... Ну, если атакуется приложение, банк-клиента... Ну, не совсем все равно, уже сейчас. Они на данные не сильно смотрят. Опять-таки, на сущность данных, суть данных, которую может определить пользователь. Они сильно на это не смотрят. Они смотрят на уязвимость приложения и операционную систему. Как пролезть можно. А мы подумали, что все это взаимосвязано между собой. И механизмы, они дополняют друг друга. Да, и возможно создать комплексную политику безопасности для рабочей станции на всех слоях. Андрей, я прошу прощения, мы ненамного прервемся. Уважаемые коллеги, разговор о том, каким образом строить комплементарные решения в области безопасности, мы продолжим с вами после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем передачу «Популярная безопасность». И сегодня в студии работают Сергей Шерстобитов и Ксения Чернобай. И напоминаю, что в гостях у нас Андрей Голов, генеральный директор компании «Код безопасности». Андрей, вы нам поведали уже о своих планах и разработках. Хотелось бы спросить, эти технологии в основном клоны зарубежных технологий? Или у нас есть свой путь и свои решения? Ну, в зависимости от области. Если мы говорим про защиту рабочих станций, то у нас есть инновация. Причем здесь, наверное, на уровне мировых технологий. Нам есть за что побиться. Если мы говорим про сетевую безопасность, то, конечно, наши западные коллеги здесь впереди. Причем солидно впереди. Есть ли у нас шанс догнать, обогнать? Очень хороший вопрос, Сергей. Наверное, если строить бизнес так, как мы сейчас строим, наверное, шансов немного. Почему? Потому что мы должны понимать, что мировые лидеры шли к своим позициям достаточно долгое время. И качественные решения становятся только тогда качественными, когда им пользуется очень большое количество клиентов. Если мы говорим о мировых лидерах, так точно. То есть, если мы говорим о Чикпоинте, Циско, Фортинете, Макафе, чтобы достичь таких размеров, требуется очень длительное время и большая глубокая экспертиза. Здесь рынка немножко другая. Одно дело российский рынок, и другое дело глобальный рынок. Раз в 50 больше. Единственный путь, о котором, я думаю, можно попробовать, это в интеграции, в кооперации участников рынка. То есть, если несколько компаний, которые... Сергей Андрей хочет сказать, простите, что тот путь, который он выбрал в части интеграции с эсетом, один из... Абсолютно правильный. Абсолютно правильный. Мы можем делать качественные продукты, выбирая нишевых игроков. То есть, если там компания, например, Positive Technology специализируется на уязвимостях и на анализе этого всего дела, почему бы не использовать их базу знаний уязвимости для наших IPS-ов, IDS-ов? И так далее, и так далее. То есть, и тогда будут качественные, конкурентоспособные решения. Да, нам еще предстоит очень много шагов с точки зрения элементной базы, с точки зрения создания операционных систем и всего остального. Но шаги, чтобы выводить такие продукты в... В зарубежную, на международный рынок? Да, только в кооперации. Особенно это касается стартапов. Мы по работе за последний год со стартапами четко понимаем, что разница между технологией и продуктом, она в пропасти. Да, у тебя может быть отличнейшая технология, но до продукта ты ее не доведешь. Соответственно, не получишь прибыль, не реинвестируешь ее обратно в продукт и не выйдешь на цикл. Андрей, вот очень интересная история с выходом на зарубежные рынки. Пока это у нас секрет. Но какие-то шаги реальные вы уже делаете или нет? Абсолютно точно. Хочется просто понять, насколько амбициозны эти планы, насколько они реальны. Вы знаете, как это, наш президент сказал один раз очень хорошую фразу. Везет тому, кто везет. Поэтому момент удачи, он, конечно, есть. Сложились события, определенные люди. Но у нас есть абсолютно четкая стратегия, планы, бюджет. И мы понимаем, как, где и что мы будем делать. У вас есть это хорошо. Я прошу прощения. А все-таки чувствуете ли вы возможности или нет ли преград для того, чтобы, ну, кроме внутренних некоторых вещей, может быть, необходимость доработки технологий, продуктов определенных для того, чтобы выходить на западные рынки? Ждут ли нас там? Ну, вас там? В зависимости от региона, давайте, ну, это моя субъективная оценка. Честно посмотрим, вот, правде в глаза. Русские – это достаточно хорошие программисты. Да? Ну, если сравнивать их по среднепланетарному там уровню. Но, как маркетологи и продавцы, у нас здесь, ну, небольшой недостаток, да, если нас сравнивать там с западноевропейскими или с американскими коллегами, да. Вот, поэтому, естественно, мы вот эту составляющую пытаемся поправить, я имею в виду. И она, возможно, только в кооперации с нашими зарубежными партнерами. Мы это прорабатываем. Сейчас я попробую сформулировать свою мысль немножко по-другому. В нашей стране относительно недавно продекларирован курс на импортозамещение. То есть, существуют определенные барьеры на уровне государства, препятствующие доступ к зарубежным продуктам на наш рынок. Может быть, не в полном объеме, но в какой-то части, там, на рынок государственных органов. Что-то похожее за рубежом есть или нет? В зависимости от региона, да. Если мы говорим про рынок Китая, например, или рынки, там, Германии, Франции, конечно, у них аналогичные механизмы есть. Особенно, если это касается криптографии, да. То есть, выйти на китайский рынок очень тяжело. Но есть страны, в которых русских знают, хорошо к ним относятся, минимум как, нейтрально, а это очень важно, кстати. Да, то есть, беседа изначально начинается с пятой графы, да. Поэтому, ну, есть страны, я не скрываю, это рынки Южной Америки, это рынки Юго-Восточной Азии, да, и Медовыста. Все абсолютно верно. А что касается импортозамещения и всего остального, ну, вот, честно, если посмотреть, опять-таки, на опыт, видите, государство нам обещало и поддержку, и что мы вам поможем, в том числе и с экспортными историями, да. Через различные механизмы, через фри, там, через что угодно. А если вернуться прагматично к практике, что мы получили? Самая основная проблема ИБ как отрасль в макроэкономике отсутствует. Сергей Петрович, простите вас разочаровать, но то, о чем мы говорим, как бизнеса официально в кодах АКВЭД мы отсутствуем. Да, мы можем быть как часть, там, КВЭКом. Да, да, но нас поддерживать невозможно, потому что непонятно как. Идентифицировать. Так точно. Это первая проблема. А вторая проблема, которую нам четко объяснили, у вас все хорошо. Как-то все так тяжело получается. Вот посмотрите, на нашем рынке вполне себе успешно работают крупные международные компании. Да. И, в общем, импортозамещение для всех из них является проблемой. Вот это помогает вам в работе или это усложняет работу? Вот, например, емкость российского рынка, на котором работаете вы, она ограничена. И вам приходится здесь толкаться с международными компаниями. Тогда как, к примеру, за рубежом, за рубеж вас не пускают. Вот это справедливо или несправедливо? Это помогает вам становиться крепче, сильнее? Поддержка государства с точки зрения создания законодательной базы, ее продвижения в части продаж помогает. Не скрою, я очень надеюсь, что для следующего года с принятием нового федерального закона это еще больше будет помогать. Федерального закона? Подписанный Дмитрием Анатольевичем 15 ноября. Тот самый? Тот самый, да, о котором мы только что говорили. Но, еще раз, люди, мы искренне верим в одно. Бизнес через административный рычаг, к сожалению, не делается. Неважно, он с коммерческим рынком, с государственным рынком. Продукты будут приобретать компании только, ну или предприятия только те, которые есть качественные. Да, и мы именно из-за этого практически всю прибыль сейчас реинвестируем даже не в расширение продаж, а в укрепление качества продуктов, расширение продуктового ряда. Это очень большие деньги. Никогда такого раньше не делали. Раньше мы были спокойны. У нас была своя ниша, были свои плановые показатели, мы их выполняли. Но теперь с уходом, ну с определенным все-таки уходом зарубежных партнеров, ответственность на нас ложится больше я. И люди, которые пользовались до того, ну, например, тем же Столмсовтом, они ожидают аналогичного качества от нас. И нам очень быстро приходится наверстывать и сокращать это технологическое развитие, которое требует, в свою очередь, значительных инвестиций. Очень значительных инвестиций. Сотни миллионов рублей. Вы готовы к нести? Мы это делаем. Уже это делаем, к сожалению, акционеры в компании, мы это делаем уже третий год подряд. То есть практически вся прибыль уходит в реинвестирование продуктов. Но мы четко понимаем, что это единственный путь в построении сильного вендора. А вот с учетом того, что такого объема инвестиций идут в разработку, в разработке, ваша доля на российском рынке как-нибудь меняется? Да, она растет. Она абсолютно верна, она растет. Это видно по тому же рынку защиты рабочих станций. По сетям, по сетевой безопасности там отчаянная конкуренция идет. Но за сети у нас очень сильная конкуренция. Хотя, наверное, в последнее время она немножко освобивает. Люди стали осознавать, что как можно разрушить тотальный рынок. И как-то в кризис люди начинают думать, что делают. А если касается защиты виртуализации, ну, практически мы там монополист. Поэтому там у нас все в порядке. Но единственное, что мы не должны корону себе на голову одеть. То есть здесь нельзя потерять чувство реальности. И надо продолжать делать продукты. Это только от вас зависит. Мы стараемся, Сергей Петрович. Мы четко понимаем ответственность. Это, собственно говоря, шаги. То есть, вот смотрите, мы как сделали. Усилили продажи. Сразу же в параллель сделали департамент сервиса. Потому что мы понимаем, что увеличение продаж там в полтора раза сильно повлияет на количество инцидентов и техподдержку. Поэтому сразу же был усилен департамент сервиса, который вырос по продажам, если говорить за этот год, только в два раза. Стопроцентный рост департамента сервиса продаж техподдержки. А это говорит о том, что продуктами стали пользоваться. А раз продуктами стали пользоваться, ну, в общем, это проблема в том числе для вендора. За качество. Если говорить про именно IT-системы, ну, без хвостовства, можно сказать, что мы поддерживаем сейчас очень значимые IT-шные системы управления, ну, как бизнес-процессами, извините, страны. Да, то есть, это и газ-выборы, извините, там, даже система Платон, как бы они там ни говорили. И система Платон, вы там тоже работаете. Да, это наше детище, ну, со-детище. Поэтому мы четко понимаем, что как это, когда нас собираются расстрелять, да, в какой момент... Надеюсь, да, это не дойдет. Очень. Надеюсь, мои коллеги, с учетом того, что такой объем инвестиций идет на повышение качества наших российских продуктов, хочется верить, что мы сможем все-таки выйти на международные рынки и там занять достойную нишу. Спасибо большое, что были с нами. С вами была передача «Популярная безопасность». Ее ведущие Сергей Шерстабитов и Ксения Чернобай. В гостях у нас был Андрей Голов, генеральный директор компании «Код безопасности». Спасибо вам, Андрей. Спасибо вам большое за то, что пригласили. Спасибо, всего хорошего. До свидания.